Снова всем доброго времени суток. Продолжается матч Александра Давидча и Кирилл Широков. Счет, как ни странно, в пользу рейтинга и, в общем-то, по игре тоже аутсайдера Кирилла Широкова. 1-0 после блестящей победы в первой партии. И у нас веганская редакция латышского гамбита. Да, ну, кстати, несмотря на всю свою нелюбовь к латышскому гамбиту, это одна из самых лучших редакций. Здесь у черных не так плохо, объективно. Нет, что. Как поется в песне вихри латышцев в венском вальсе. Сейчас конец. Совсем так появился, но не важно. Ну а что, после конца 6 компенсация? Это Далин же лучше, чем королевский, да? Конечно. Слон Е7-0. Это королевский со второй ручки. Сейчас просто я боюсь, как бы Кирилл не исполнил креативное король Е7. Но, к счастью, нет. Потому что я как-то ему показывал такую идею, чтобы блодян Е8 быстрее вывалилась. Ну вот я в этот момент пожалел, что я показывал эту идею. Да, представьте, как было бы весело, если у Никиты был такой тюбедный репертуар, как у Кирилла. Как было бы весело моим соперникам по классике. Да блин. То же самое не было у тебя рейтинг ниже. Смеешься, что ли? В латышском гамбите? Ну... Ладно, это тема для отдельного рейтингера. Да, это тема для д5 надо играть, и у черных лучше. Да, нуля. Чуть-чуть не туда, но все равно у черных лучше. Вот видите, Никита все время не хочет рокировку делать, все время предлагает д5. Ну потому что есть вещи важнее, чем рокировка в жизни. Я, ну, же радостный шахматист, а юбидный репертуар. О боже, по-моему, перехвалили Кирилла. Куда, это куда вообще? Ну все, павровки, конечно. Лозю открываем, расширяем экспансию. Вперед, вперед. Кирилла вот да, это, конечно, это... Опять, аж 4. Он пойдет до 5, что происходит вообще. Он Александр, вроде более солидный шахматист. Что это за аж 4? Так, немного лагает связь, не слышу, что Никита говорит. Ты не слышишь, что я говорю? Алло. Да. Ну, это довольно странно, потому что я вижу партию в первом эфире без лагов. Так, Волод Михайловский спрашивает, как сыграли первую партию, но можно с нему ответить. Да, ну сейчас... Мы не будем. Петя займется этим ответом, да. По-моему, здесь после д5 еще лучше становится. Если ты меня слышишь, конечно. Да, слышу, конечно. Да, отличная позиция у черных. А5, А4, А3, конечно, вызывает. В общем, конечно, не совсем пирс, но что-то похожее есть. Не знаю, что. Но как-то я себя чувствую, как будто родная моя позиция. Хотя латышский не так часто. Я тоже себя чувствую, как будто позиция родная. Просто бушу черные, шикарные перспективы. Да. Вот Александр, по-моему, не любит развивать фигуры, что в той партии, что в этой. Ну, зато в этой сделана архировка. Очень быстро. Всего лишь на восьмом ходу, точнее. Видимо, не учили его в детстве. Вот меня учили, я не могу не вызывать игру. Я всегда стараюсь. Ну, в общем, я не могу не уважить отзываться об игре Александра, потому что... Нет, игра хорошая. Он обыгрывал меня в том же Кубке Феникса, например. И тебя, я думаю, тоже обыгрывал. Да, не академический стиль. Ну, тем не менее, несмотря на все, в общем-то, достоинства игры Александра, у Белых здесь проблемы. Надо что-то решать с угрозой Д4. Какие могут быть предложения? Не знаю. Мне вообще не хочется от позиции, как говорили. Я понимаю, мне тоже не очень, потому что я спал один час сегодня, но это не важно. Я себе перевернул доску и за Белых перевернул. И постараюсь что-нибудь прикомендовать. Ну, надо Ферзя убирать, мне кажется. Ферзь-Ж3. Во-первых, у меня синдром, вот есть такой синдром Король-Б1. Если длинную рокировку, то я не могу. Мне всегда хочется Король-Б1 пойти. Король-Б1 проигрывать, Д4, наверное. Да. А вот Ферзь-Ж3. Что делать, чтобы играть на Ферзь-Ж3? С другой стороны, хочется, чтобы черные пошли Д4, потому что там можно будет С-4-5. О, какая есть идея, смотри. Можно пойти А-6. А-6, но Д4, да. Д4 и Ферзь-Ж3. Черные коня не берут, а С-4. С-4, С-4, Король-Аш-8, А-Ж, и там. И там атака. Там, наверное, просто мат. Ну, это, конечно, много сильнее, чем Ферзь-Ж3. Немного вопросов. Ферзь-Ж3 тоже его дает перевес Белым. Какой там мат, ну, по-моему. Ну, А-6, Д4, С-4. А-8, А-8, Ферзь-Ж3. Сыгран А-Ж, К-7. Ну, и... Ну, в смысле, тебе обязательно нужен прям мат. Ну, Ферзь-Ж6, К-8, Конь Е4, например. Что? С-4? Ну, в смысле... Ну... Ну... В смысле... В смысле... В смысле... Вот, если проиграл, тогда Зевок. Если выиграл. Ну... Значит, тем более Зевок. Снова, включая за Черным, чтобы оценить... Не, ну... Это... Это явно был Зевок. Ну, это... Не может... Не может не быть Зевком. Потому что было намного других возможностей, более сильных. И Кирилл не мог это... То есть, он... Он думал, что, смотри, в 5, просто пешка не защищена. У тебя Конь же 4 сейчас будет? Да нет, ну... Да нет, есть 4. Я не стучаю, что тут есть какая-то микрокомпенсация, хотя ее нет. Но дело не в этом. Дело в том, что Кирилл так не сыграл бы. Блин, ну не хочу я, чтобы заканчивал спорция. Я бы за Белой пошел бы Конь Д5. Да, опять он прибавляет. Он без фигуры. Зачем он прибавляет 60 секунд часам? Он хочет ничью в матче. Александр никак не хочет помочь. Конь Д5 выигрывает, по-моему. Да, Кирилл не стандартный, конечно, человек и шахматист. Ну, А6 тоже выигрывает, но Конь Д5 не проще добивало. Хотя А6 тоже, конечно. Да, Конь Д5 это тактика. Да, ну, проясню для зрителей. Если таковые у нас, конечно, будут, что на любое взятие на Д5 следовало Солнце 4. Ну, зрители будут, мне кажется, Александр и Кирилл посмотрят. Да, пожалуй. Ну, ФРЖ5. Ход почти единственный, но тем не менее, очень сильный. Да, ну, эта партия, видимо... Ну, он Ж6, по Конь Д5 надо поднять еще. Скорее будет какой-нибудь Эф4 или развитие коня. Да, будет Конь Д5, ну что-то. Да, ну, если он раньше не пошел, то... Ладно. Ну, и да, и потом Солнце 3 подключается, и там белые ЛД4 и Ладьей бьют, и все наканчивается. Да, песенка. Ну, а в любом случае, Кирилл даже если эту партию... Хотя нужно дальновидно закрыться ЛД7, или недальновидно? Ну, Солнце 4 будет. Хотя, ну, там Б5 какой-нибудь. Или сейчас Б5. ФРЖ7, ФРЖ7 мат. А если сейчас Б5 пойти? Опа, Конь Д4. Ну, это по-нашему. Меняем ФРЖ. Не, ну, это ход, наверное, сильнейший по-хорошему, да? Чижик Владислав пишет, Кирилл же шведки хочет. Да, чувствуется в его игре. Не, ну, Кирилл прав. Конь Д4 это последний шанс. Посмотри на позицию внимательно. Да, да, я вижу. Тут еще, ну, нет, конечно. Понимаешь, 3 точно. Понимаешь, 3 точно. Солнце 5 нет? Каких-нибудь матовых идей нет? Ну, можно пойти Солнце 5. Если кладя стороной Е8, были бы матовые идеи. Не, надо играть Солнце 5, чтобы там Конь Б3, Солнце 2 грозило. Не, ну, это все... Кирилл надеется на Конь Е2, Ладея Ф2, Солнце 3. Решу ему Зи внук на С2, и он даст мат. Как тебе такой шанс? Да, ну вот если бы минута не до вага, вот... Солнце 3, Ладея С2. Да, и черные побеждают, неожиданно. Тоже это не факт, но, скорее всего, побеждают. Ну, начались какие-то у вас нечередные матчи. Да, скоро мне предстоит играть тоже, видимо, будет ничья. Ну, не, Никита не уверен. Это болезнь всех феникосов. Ну, Б5, Б5, Кирилл. Б5, Б5. Отлично. Играна. Да, будь вот этот урон, да, Александр, 2 секунды, вместо 1 минуты 2 секунды. Блин. Были бы серьезные вопросы к результату партии. Надеюсь, больше не будет добавлять Кирилла. Ха-ха-ха. Ну, слон Е5, а что думать-то? Ну, слон Е5, нестандартный. Он С4 считает, мне кажется, но лучше слон Е5 пойти. Что же считает Кирилл? Ну, после слона Е5 уже куча ловушек появляется. Например, конь ушел, конь Б3 внезапно. Если АБ, то А2 ферз прошел, если ЦБ, то она Д3 упала, и у черных, там, подавляющая инициатива. Да. Слон Е5 сыгран. Но Кирилл просто умница. Умница. Кирилл считает своим долгом в каждой партии. Бездах, надо дать фигуру, а потом спасаться. Да. Еще быстро играет. Блин. И Кирилл, конечно, талант еще. Чувствует ответственность за команду. Ты не забываешь, что Кирилл футболист, командный игрок? Да. Вратарь, вратарь. Тем более, вратарь. Надежен, надежен, как сказал. Б4. Хотя, если бы Кирилл футболист свою команду прибавил 60 секунд к часам соперника. Так, вот тут уже конь Б3 в какой-то момент начинает, пока не проходит, но уже начинает такая идея появляться. Да. Но ладежа 2, нет? Ладежа 2, кунь Ц5. Потому что проблема. Так, а что делать, ладежа 2? Ну, ничего не делать. Ладежа 2, плюс 3. Так, ладежа 5, это что, прямо приговор? Не приговор, только на Б3 не ударим. Надо, чтобы тут не делать, надо делать это быстрее. Например, ладежа 2, кунь Ц5, кунь Ф3. Ладежа 2, кунь Ц5, кунь Ц5. Не думаю. Любительские шахматы, это... Быстрый королевш 8, или ладежа 8, или... Женские гонки на автомобилях. Ладежа 8, отлично. Кирилл сохраняет, я не знаю. Не, ну а что, ну... Во-первых... Так. Ищем мат. Я не уверен, что он не трепетал удачно. С игрукой. Ищем, ищем. Ладежа 5. Ладежа 5, да, ладежа 5. Надо ладежа 5 играть. Ладежа 5, слон Ф2 и ладежа 5. Три хода нужно, чтобы матовый сеть сплести. Ну, ладежа 5 надо пойти. Там... Так, ну уже... Ах, наш паучок Широков не прочувствовал. А, ну это уже, видимо, все. Не сплошься. Потому что на слон Ф4 и уже ты. Тут уже ни одной идеи. Ну нет, ну господи, ну как же так, ну как же... Чёрные сдались. Да. Не, ну Кирилл, по-моему, просто божественно играл. Ну, в общем, как воркомитет присудить поражение Александру, потому что у него минус 32 секунды на часах. У него он потратил на эту партию, на этот матч, по-моему, минут 10 больше, чем Кирилл. Но в любом случае партии получились интересные. Да, 1-1. Оба соперника он этому, по-моему, способствует. И у меня такое ощущение, что Александр тоже чур-чур резво играл. Обычно он всё-таки более сдержанно играет. Нет, по-моему, Александр радостный. Но не до такой степени. То есть они, оба соперника, были достойны друг друга. Он просто из дебюта не вышел ни разу. В общем, матч закончился счётом 1-1. Я не знаю, можем ли мы сказать матч в серии на данный момент. Наверное, можем, потому что выйдет уже после твоего матча в пяти. Нет, там ещё есть матч Михайловский с Ломахо. Я понимаю, но я имею в виду, что это видео выйдет после твоего матча. И мы можем смело сказать, что команды администрации по-прежнему лидируются трем в два личных очка. Ну, а... Если Соломахо проиграет... Соломахо проиграет после тебя, в любом случае, или выиграет. Так что это не важно. Ну, а в любом случае, всем, кто нас посмотрел, спасибо за внимание. С вами были Гид Петров, Пётр Андреев, Кирилл Шроков, Александр Давидчик. Спасибо, спасибо вам.